приветствую сегодня у нас фальсваген vento 96 по моему год старенькое такое чудо здесь у нас проблема в том что у нас забиты радиатор печки и поэтому когда мы только включаем печку при нагретом автомобиле она дует теплым но уже через буквально 30-40 секунд тепловой поток остывает то есть попросту радиатор забитый и сейчас мы будем менять радиатор печки на этом автомобиле насколько я знаю для этого нужно снять всю панель затем снять печку и только тогда у нас появится доступ для того чтобы заменить радиатор и так весь процесс будем снимать на видео вот у нас гу прошка закреплена на магнитном креплении свет то есть я вам постараюсь показать все что делается как это делается в общем автомобиль еще горячие поэтому пока отсоединять патрубки радиатора рано он должен остыть а мы тем временем начнем разбирать салон принципе салон разбирается стандартно никаких особых хитростей здесь нету все болты видно ничего такого скрытого нет единственное что со стороны груди нужно открутить два болта которые держат панель дальше нужно снять силовый каркас самой панели открутить корпус отопителя со стороны воздушного фильтра а также со стороны грудины при этом нужно будет слить антифриз патрубки на радиатор печки лучше заглушить для того чтобы сразу все не сливалось после чего корпус печки в принципе уже можно будет вытащить так вот он наш виновник всего торжества радиатор как видите это еще заводской радиатор здесь и значок volkswagen audi он навес такой тяжелый это в первую очередь из-за того что здесь собираются отложения в этих трубках и пропадает циркуляция соответственно пропадает теплоотдача для того чтобы было понятнее скачал с интернета картинки распиленных забитых радиаторов для того чтобы вы могли видеть каким образом отложения загрязной системы охлаждения закупориваются от радиатора сейчас мы установим новый и все должно исправиться вот наш старый радиатор вот новый радиатор старый у нас по оригиналу новый по fabi кому надо вот вам номер в общем принципе они абсолютно идентичны с виду тоже количество высот тот же диаметр трубок оба выполнены из алюминия то есть по всем правилам проблем с нагревом салона быть не должно дальше собираем все в обратной последовательности перед этим удалив грязь из корпуса печки еще немножко пришлось повозиться с проводкой потому что там была когда-то установлена уже сто лет не рабочая сигнализация которую пришлось снять после чего установил на место корпус печки опять же все по закручивал со стороны груди на и со стороны салона и и и Продолжение следует... Кроме радиатора печки, также пришлось заменить и основной радиатор, заменить термостат, ну и естественно, что промыть систему и залить новый антифриз. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...